Возведение одночлена в степень. Рассмотрим сначала правила возведения в степень, произведения и степень. Преобразуем четвертую степень произведения АБ. Итак, АБ четвертой степени равняется... Это, в свою очередь, равняется следующему произведению. То есть сначала перемножим все множители А, затем перемножим множители Б. Получаем А в четвертой степени умножить на Б в четвертой степени. То есть АБ в четвертой степени равняется А в четвертой степени умножить на Б в четвертой степени. Четвертая степень произведения равна произведению четвертых степеней множителей. Аналогичным свойством обладает любая натуральная степень произведения двух множителей. Итак, если а и b – произвольные числа, и n – любое натуральное число, то ab в n-ой степени равняется a в n-ой степени умножить на b в n-ой степени. Докажем это, воспользовавшись определением степени и свойствами умножения. Получаем, ab в n-ой степени равняется ab, умноженное само на себя n-раз. Это равняется произведение множителей a n-раз умножить на произведение множителей b также n-раз. Равняется a в степени n умножить на b в степени n. Доказанное свойство распространяется на произведение трех и более множителей. Например, отсюда следует правило. Чтобы возвести в степень произведения, нужно возвести в эту степень каждый множитель, результаты примножить. Рассмотрим теперь, как можно возвести степень в степень. Преобразуем, например, выражение a в пятой степени и все это в четвертой степени. Получаем, a в пятой степени и в четвертой степени равняется a в пятой умножить на a в пятой умножить на a в пятой и умножить на a в пятой. По правилу произведения степеней это равняется a в степени 5 плюс 5 плюс 5 плюс 5, то есть a в степени 20. Таким образом, a в пятой степени и в четвертой степени равняется a в степени 5 умножить на 4. Аналогичное свойство выполняется для произвольных степеней с натуральными показателями. Если a – произвольное число, m и n – любые натуральные числа, то a в степени m и затем еще в степени n равняется a в степени mn. Докажем это, воспользовавшись основным свойством степени и определением произведения натуральных чисел. Получаем a в степени m и затем в степени n равняется a в степени m умноженное само на себя n раз. Получаем a в степени m плюс m плюс m n раз равняется a в степени mn. Из доказанного свойства следует правило. Чтобы возвести степень в степень, нужно основание оставить тем же, а показатели степеней перемножить. Аналогично тому, как было доказано свойство степени произведения, можно доказать свойство степени дроби. То есть, a деленное на b в степени n равняется a деленное на b умноженное само на себя n раз равняется a в степени n деленное на b в степени n. Следовательно, a деленное на b в степени n равняется a в степени n деленное на b в степени n, где, естественно, b не равно нулю, потому что на 0 делить нельзя. Из этого свойства следует правило. Чтобы возвести в степень дробь, нужно возвести в эту степень числитель и знаменатель. Первое выражение – записать в числитель, а второе – знаменатель. Проще говоря, необходимо в эту степень возвести отдельно числитель и отдельно знаменатель. Правила возведения в степень произведения и степени используются при возведении одночленов в степень. Пример первый. Возведем одночлен минус 3а куб b квадрат в шестую степень. Получаем. Минус 3а куб b квадрат в шестой степени равняется минус 3 в шестой степени умножить на а куб в шестой степени умножить на b квадрат в шестой степени равняется минус 3 в шестой степени это 729. Далее получаем а в степени 18, потому что 3 умножить на 6 это 18 и b в степени 12, потому что 2 умножить на 6 это 12. Пример второй. Возведем одночлен минус x четвертой степени y в кубе z в третью степень. Получаем. Минус x в четвертой степени y в кубе z в третьей степени равняется минус 1 в третьей степени, потому что коэффициент в этом одночлене минус 1. Далее x в четвертой степени и затем в третьей степени, y в третьей степени и затем еще раз в третьей степени и z в третьей степени. То есть каждый множитель из вот этой скобки мы возводим отдельно в третью степень. Получаем, минус 1 в третьей степени это минус 1, поэтому вот минус, далее x в четвертой и в третьей это x в двенадцатой степени, то есть 4 умножилось на 3. Здесь 3 умножилось на 3, получили y в девятой степени, ну и z в третьей степени осталось. Заметим, что свойства степеней выраженные формулами вот этой и вот этой распространяются и на степени с нулевым показателем, если конечно основания степеней отличны от нуля.